Вот такой вопрос, когда нет желчного пузыря, как проводить лечебное голодание? Ну попробуйте так же проводить его всего лишь на все, начать суток. В чем особенности голодания с желчным пузырем и без желчного пузыря? Когда у вас имеется желчный пузырь, то желчь периодически выбрасывается во время голодания в просвет двенадцатиперстной кишки, то есть она все равно сбрасывается. Она может не сбрасываться там день или два, а потом все равно происходит расслабление и желчь потихонечку у вас сбрасывается. И более того, там могут разжижаться и эти желчные камни там и так далее, и так далее, и так далее. То есть нормализация. Вот. А если нету желчного пузыря, что тогда с вами происходит? То есть желчь тогда, которая образуется в печени, она постепенно, постепенно и постоянно стекает. Как на голоде, так и во время пищевого режима. Зачем нужна желчь? Потому что если у вас, вы находитесь на пищевом режиме и у вас, естественно, желчный пузырь цел, то желчь у нас накапливается, а когда начинается прием пищи, она выбрасывается в двенадцатиперстную кишку для обработки пищи. Более того, она служит еще своеобразным стимулятором перистальтики тонкого кишечника, да и толстого кишечника, и способствует лучшему поражению. Ну а когда желчного пузыря нет, значит, вот это вот происходит постоянно. Она течет, 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 к чему-то приведет у каждого свое. Но в любом случае, у кого нет желчного пузыря, это уже инвалид. И раньше так, как и было, инвалидность там, говорят, давали. Но это, наверное, в 50-х, 60-х годах. А сейчас это считается нормой. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляете благотворительность. А если нет, я схалтую, значит, дурьку с маком.